Здравствуйте! Это телепроект «Человек в городе». Сегодня я хочу познакомить вас с удивительной, замечательной, утонченной женщиной и прекрасным преподавателем Галиной Николаевной Сысоевой. Субтитры создавал DimaTorzok Это, как я сказала замминистру культуры, который приезжал два года тому назад, это вот маленькая толика того, что не делает кафедра режиссуры для города и для области. Независимо от статуса, возраста и ранее полученных знаний, каждый студент, который решил связать свою жизнь с непростым актерским или режиссерским ремеслом, оказывается перед ней. Как только не ломают и не коверкают поначалу нетленные труды писателей-баснописцев, акцентом, говором или отсутствием должного образования. Я очень часто слышу, у вас студенты боятся. Я к ним прихожу, говорю, ребят, я двоек не ставлю, я никого не бью, я никого не выгоняю. Я пришла дать вам, вы берите и все. Получается там все здорово, здорово. Не получается, ну что, мы будем работать, но я хочу вам отдать все, что я могу. И всегда берете. Сразу оговорюсь, боятся не ее, боятся сделать плохо при ней. Не все будущие режиссеры понимают, насколько это адский и порой неблагодарный труд. Галина Сысоева пришла в этот институт практически через год после его основания. Сегодня именно она заведует целой кафедрой режиссуры. Честное слово, очень много студентов, которые очень здорово работают и просто радуют, когда видишь эти работы, ну когда смотрят какие-то, да, вот тут борцы творчества идут, или чтецы выступают из школ, моих учеников, или спектакли. Кстати, вот ее рабочее место, только фотографии любимого курса и необходимые документы и методички. Мне не надо отдельного кабинета, кресла любят, на колесиках, не, не. На самом деле это необыкновенный человек, обладающий самым главным талантом. Быть своей в шумной компании студентов и при этом не терять авторитета требовательного преподавателя и обезоруживать природной женственностью. Да, я в основном в джинсах и в свитерах, ну и они так же, потому что удобно работать. Но когда придешь уже, ныряем, ой, какая вы красивая, я говорю, я всегда красивая. Они знают меня и такой, и такой. Она вполне могла стать известной киноактрисой. Хрупкую девушку заметили еще в институте. Была отличница и, как сказала дочь, как-то неинтересно училась. Пять, 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 ну как скучно. Пять раз худсовет утверждал ее кандидатуру на главные роли. Но, как это часто бывает, мастер предъявил условия – или кино, или учеба. В конце концов, заманчивые предложения поступать перестали. От мамы, от папы, от бабушки и прадедушки и так далее я актерская дочка. И выросла в театре. Так же мои дети выросли в театре. И много лет я работала актрисой. Иногда она жалеет, что так и не состоялось в кино. Кстати, родители до последнего оберегали ее от этой неблагодарной актерской профессии. Меня увезли в Кишинев в Москве, продержали под замком в комнате, чтобы я не побежала поступать в театральный. Они ни в коем случае не хотели, чтобы я была актрисой. И я приехала в Кишинев, поступила в музыкальное училище, была пианисткой. А вот теперь самое интересное. Не всякий преподаватель смело и открыто скажет, что не отличался дисциплиной в школе. Да, уводила класс из окна куда-нибудь, просила высоких парней вставить в лампочку перышко, чтобы погас свет. Вторая смена и нас отпустили домой. Подставляла под ножки, дралась, дружила я только с мальчиками. Сегодня и это назвали боепатажем. Раньше модно было прибегать к самым радикальным способам во всем. Эта дочь оставила специально. У меня в детстве, вот видите, какой быстой чук. Но маме было мало волос, меня побрили и отпустили так в школу, в третьем классе. Шок был. А для чего? Вырастут гуще. Если очень хороший преподаватель, литература, вот история, английский, я училась хорошо. Физика, математика как-то так. Я очень оказалась способна к этому делу. Но если увлекала какая-то тема, все, и даже педагоги удивлялись. То есть, во-во-во, то были тройки, 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 и вдруг на экзамене она все знает, и все на 5. Кстати, при поступлении на актерское отделение, признаются наши героини, тоже отличилась. Этакая девушка с характером. Когда я первый день читала, они все хорошо, 5. А второй день пошли ютюбы, и они мне задают ютюб. Ну, ты там на кухне, но нет предметов, да, ты жаришь яичницу, и все. А я отвечаю, я не буду делать. Почему? Я говорю, этому вы должны меня научить, хотя умела. Но пошла на принцип, получила два. Ну, потом общая оценка выровнилась, был еще третий тур, но я пока призничала. Сцена увлекла моментально. Ей повезло с курсом почти сразу. Они организовали в Молдавии свой молодежный театр. Это я, хоть и за кулисами, но это роль Варьки в спектакле «Муж и жена снимут комнату». И опять же, к слову о влиянии наставников. Она до сих пор помнит, как ее главный режиссер каждый выход на сцену превращал в отдельный экзамен. Возможно, и поэтому тоже захотелось творческой свободы. И в 77-м году она стала актрисой российского театра. Мой первый портрет, который должен был, висеть в театре. Ночью повесили, утром не нашли. В театре слишком многое зависит от руководителей режиссера. В 88-м со смены руководства не только у нее появилось желание уйти со сцены в зрительный зал. И мама сказала, значит, я не любила театр. Я говорю, нет. Мне театр сделал очень больно. Поэтому я боялась первый раз прийти к ним на праздник открытия. Я думала, что я начну реветь все. Ничего не екнула. Эти жизненные уроки сегодня помогают ей самой дозировать, что ли, преподавательскую жесткость. Ее работа сродни ювелирной. Брать слово, как неограненный алмаз и вместе со студентами заставлять гореть каждую его грань. Не жалею, хотя клялась и божилась, когда была студентка, что я никогда в жизни не буду преподавать сценическую речь. Именно ее я и преподаю. Мне очень нравится. Мне очень нравится работать с молодыми. Еще одна творческая работа студентов. Самое интересное, что отличает режиссерские курсы от других – возможность учиться друг у друга. Эта аксиома касается абсолютно всех, и преподавателей в том числе. В заведовании кафедры отнимает массу времени, признается Галина Николаевна. Но это не дает права ставить на второй план преподавательскую деятельность. Учиться, учиться, учиться надо, но мне кажется, что я работаю в том направлении, в каком надо. Естественно, пытаешься совершенствоваться и осовремениваться. Молодежь приходит с каждым годом, все другая, другая, другая. Надо к ним идти, не они ко мне, а я к ним. Ее собственные дети тоже выросли за кулисами, и оба считают такое детство счастливым. А вот бабушка, признается Галина Николаевна, из нее отвратительная. Как никто, далека она от пирожков, передников и полисадника. Каждому свое. Ни в коем случае. Я не тот человек. У меня даже дочь смеется, когда вдруг в воскресенье выпало выходных. У нас же нет выходных. И вот я, начиная маяц, она говорит, так ясно, собираюсь иди на работу. Даже отдых и тот неразрывно связан с работой. Любимый мой отдых. В сентябре проходит всероссийский семинар театрализованных представлений режиссуры. Называется «Праздник в городе», в Анапе. Мы собираемся там. Меня каждый год туда отпускают. У нее непростая задача – возрождать русский язык. К сожалению, современная телевизионная армада подчас выступает тем самым бульдозером, который сметает правильную грамотную речь. На душе у меня оно глобальное. Мне бы хотелось, чтобы страна как-то больше уделяла вниманию, страна правительства в первую очередь уделяла культуре. Меня вот это убивает и грызет, что мы все время на задворках, мы не нужны. Зато сколько именитых и не очень выпускников по всей стране вспоминают своего преподавателя по искусству звучащего слова. Как сказал Дистервек, плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить. Спасибо вам, Галина Николаевна, за этот бесценный дар. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!